добрый день дорогие друзья с вами в эфире сангейц радио и ясновидящая гадалка прорисательница елена порецкая здравствуйте елена привет привет чикаго привет владимир мы сегодня хотим поговорить у нас на самом деле две темы обе из них на мой взгляд интересные ну какие успеем такие в общем успеем осветить что-то может быть успеем следующий раз первое мы хотим поговорить о присутствии скажем среди нас на земле представители внеземных цивилизаций насколько это актуально насколько они существуют есть и оказывают влияние на нашу действительность и вторая тема связана с детьми с тем как лучше воспитывать детей относиться к современным детям ну и вообще все что связано с образованием так сказать подрастающего поколения ну начнем сначала вот первый вопрос у меня так все таки ни для кого не секрет что хорошо развилась такая наука уфология много ходят самых различных ну скажем сообщений о контактах о том что среди нас существуют инопланетяне и так далее что они ходят как-то влияют на нашу жизнь даже находятся в правительствах и вот сегодня сангейт радио меня частности интересует ваше мнение насколько это так можно ли доверять этой информации действительно ли ну они говоря простым языком они среди нас ну я думаю что так оно и есть и всегда во все времена цивилизацию нашу сопровождали люди инопланетяне ну как бы не люди они до инопланетные товарищи то есть если вспомнить кто дал знания народом до ацтеки майя и в том же египте те же строительные строительство пирамид и какие-то закладки знаний это все все-таки связано с инопланетным я даже допускаю что изначально когда были атланты их тоже навещали инопланетяне как бы нашу планету курирует несколько цивилизаций и в принципе одна из них я думаю воинствую еще да потому что если посмотреть по обществу то в какой-то степени влияние цивилизации на наше общество тоже присутствует просто мы можем не думать об этом не знать и официально как таковая уфология она все равно не настолько признана то есть вот как другие какие-то течения до в мире то есть это около научное все равно считается направление хотя все секретные организации всех стран более-менее крупных они все занимаются этими разработками как и парапсихологическими и все достаточно реально идет контакт допустим даже если взять фантастику люди в черном там достаточно хорошо показано как этот контакт происходит то есть практически они есть разные инопланетные сущности как бы да не по-разному могут выглядеть и в какой-то степени мы можем думать о том что они могут занимать даже наши тела смотря какая-то ну как бы планета на вот то есть они на самом деле существуют есть и действительно живут среди нас говоря простым языком ну и в нас и в наших телах и не зря же говорят про рептилоидов то это как бы это даже не инопланетяне это считается те кто живет в земле да я бы так их назвала то есть в принципе опять же среди них есть те кто более агрессивен есть те кто не касается нашего мира допустим и к нам не вхож но есть те кто вышел и пытается здесь как бы именно развивать свою какую-то позицию достаточно кстати агрессивную если посмотреть на некоторых политиков в разных странах да то есть они имеют отношение к правительством получается ну и но естественно прежде всего прежде всего всегда во все времена такие люди входили в жреческие сословия в правительственные какие-то круги ну не люди а допустим как бы их назвать можно тоже люди только инопланетного производства до происхождения просто мы как таковые обычные предметные люди мы вообще отвергаем многое и соответственно живем каждый в своей тарелке если даже посмотреть как живет среднестатистический человек начиная от телевизора около которого он садится поглощая все подряд да его голова полна этим а потом он мгновенно переходит на уровень мышления своей тарелки то есть это дом семья дети и дальше этого люди не мысль это основная масса то есть и соответственно мыслят за них ну а вот кто за них мыслит это естественно это могут быть люди тайного правительства до который управляет миром в них могут быть вхожи люди кто заинтересован в численности населения сокращать ее или увеличивать существует информационная инфа обманка да то есть дает 100 информации которую по сути все больше предмечивает людей и они тупо живут не используя допустим своих каких-то наработок потому что вот у них такой стереотип мышления и соответственно очень многие позиции на земле выстроены так чтобы человек не задумывался большим а мыслял на уровне тарелки своей жизни понимаете а можно ли назвать какие-то можешь можете ли вы назвать какие-то цивилизации которые присутствуют сегодня на земле но всегда говорят а среди сериана плеядеанца кто-то говорит орион цахи так далее если какая-то информация на этот счет но когда-то когда мы с моим бывшим мужем сегодняшним начинали только жить около нас были люди из кгб и был такой вечер где ну как бы я немножко призаснул то что тоже два часа или три ночи было но я слышала разговор когда вот они эту тему обсуждали что именно с планеты орион что-то было связано и действительно потом уже натыкалась то есть какие-то взаимосвязи шли с этой планетой но опять же там слишком развитой техника может быть на уровне экстрасенсорики я бы даже так сказала что люди могут даже проходить ну инопланетяне могут даже проходить на уровне параллельных миров каких-то то есть мира на самом деле многогранен и тут может быть огромное количество инопланетян о которых мы даже не подозреваем но заявлены четыре цивилизации это змеи люди да это орион да что-то связано с планетой наберу тоже говорят да вот что-то вот с ней все время еще какие-то планеты но и я например не подразделяю на планетарное вот это состояние просто чувствую именно 444 силы которые пытаются как был кто-то в плюс и одна сила из четырех в минус то есть три структуры инопланетные существуют на земле которые поддерживают мир и пытается все таки что был не рухнул да и 1 существует которые именно в принципе может обрушить цивилизацию как нам к этому всему относиться вообще как обычным людям себя вести по отношению вот к этим представителям и кстати можно ли каким-то образом распознать среди обычных людей вы никак не распознаете это практически на таком уровне все происходит то есть даже если это может быть вхождение в тело человека там это может быть это может быть такое зазеркалье как бы я бы назвала так что технологии которыми они пользуются мы не знаем и вы не можете знать кто выйдет вдруг на вас потому что люди себя эти не афишируют и на кого они работают тоже обычно они работают через кого-то из обычных людей как бы проводя волю своего народа там инопланетного или своего правительства ну и насколько я понимаю это длится самых давних времен то есть эта ситуация она постоянно она никогда не если да если взять вообще изначально вот если вспомнить даже что были все-таки русалки и всякие другие животные очень странные да то вообще как бы человечество это генетический эксперимент инопланетян то есть я считаю что здесь это давно проводились какие-то опыты то что динозавры были сначала большие потом все вдруг стала мелкая то есть опять же это связано с разверткой сознания тех же инопланетян или людей которые могут выстраивать цепь событий до цивилизационном на цивилизационном уровне тут все смешано тут как бы нельзя мыслить предметными рамками построения мира вот и в какой этой степени сейчас этот эксперимент продолжается но уже на уровне и экстрасенсорно развитого восприятия да как бы ну как бы я бы сказала если перейти к детям и детям индиго да это принципе приходят уже опять же сущности тех же инопланетян вселяясь опять же в тела людей как бы при рождении то есть опять же идет смешивание смешивание энергоинформационных каких-то полей и людей вот да как бы нет такого сейчас разделения то есть по сути вы никогда не разберетесь кто есть кто если только это не будет какая-то тайная организация которая будет подтверждена иметь документ о том что вот они такие то но вряд ли кто-то будет представляться что на с планеты орион согласитесь в нашем мире это воспримут неадекватно и определенного человека будут проблемы явно либо высмеют либо недоверие либо еще что-то ну вот если как раз перейти сейчас к вопросу о детях вот не так давно шла речь о детях индиго сейчас говорят о кристаллических детях что вы думаете на этот счет и кстати в чем отличие между индиго и кристаллическими детьми и как вообще относиться сейчас к этим детям потому что многие считают что нужно не воспитывать этих детей а наоборот ну воспитываться у них то есть они уже должны воспитывать родителей потому что это дети совершенно новой формации это души которые пришли совершенно других уровней что вот на этот счет если посмотреть на развитие нашей цивилизации всегда приходили дети которые вели потом цивилизацию дальше всегда это было и всегда это будет если взять детей индиго которые в принципе это рождение 70-е 80-е годы до которые дали тоже момента развития экстрасенсорного восприятия в мире да то следующие дети могут дать просто но более упрочене этого видения более возможность более пластилиновый мир что ли сделать то есть более развитые технологии и на уровне психологии и на техническом уровне то есть возможно эти дети как бы построить лучшее будущее чем строим и но я думаю что воспитывать надо прежде всего и и детей себя дети это подобие взрослых и если родители своим развитием занимается то ребенок будет развиваться вместе с ними если же родители бортажает там пьют ничего не делают то эти дети будут такими же то есть сейчас если допустим советское время да и вот когда были советская власть и в америке везде вот как бы было вот тот период там были дети которых выстраивала государство то сейчас дети четко идут из семьи вот что что родилось то родилось как говорится и как это от яблони не родятся апельсинки называется то есть тут очень прямой иск то есть вряд ли из неблагополучной семьи у ребенка будет доступа более широкое что-то то есть некая кастовость стала присутствовать и тут уже силы самого ребенка чего он хочет как себя развить потому что если ты обратил внимание сейчас очень многие дети не знают для чего они живут и родители не дают им это то есть они дают им кровь еду они дают им знания какие-то предметные типа выучить на что-то дают какую-то предметную профессию но они не дают смысла жизни то есть и очень многие дети и подростки что было и раньше просто сейчас может быть это более сильно начинают каким-то образом уходить либо суицидная либо какие-то не при не при нехорошие вещи да там то есть и пытаясь найти себя опять же всего лишь опять же развитие цивилизации должно быть таким путем идти чтобы эти дети что-то получали а так каждый предоставлен сам себе и такой ребенок будет чужим все в семье у родителей которые предметно то есть либо они его забьют энергетические либо они ему либо он из них вырвется но родственного понимания с родными у него не будет то есть эти дички дети скорее всего одиночки и здесь им они будут именно находите подобных возможно вот из этих людей будут строиться потом будущее всех стран может быть есть вообще какой-то смысл для родителей каким-то образом отделять этих детей от современной сегодняшней цивилизации от интернет культуры или хотя бы это ограничивать потому что это все массовая культура которая во многом старается делать из молодых людей винтиков выгодных ей и убирать всю индивидуальность может быть здесь нужно какой-то особый вот индивидуальный подход если если таких детей ограничивать они не будут социализированы соответственно эти дети будут уходить в отшельничество это тоже не выход просто социализировать таких детей надо объясняя им их не у кармическую задачу но опять же не каждый родитель сам знает свою задачу это достаточно осознанный подход максимум могут найти какое-то дело жизни там не знаю резьбу по дереву да там или еще чего то и все и на этом человек останавливается в какой-то степени все сами нащупают куда им идти как дальше двигаться и что развивать понимаешь и мы с тобой не исключение и другие люди нашего поколения до которые тоже до сих пор себя ищут и пытаются развивать свое сознание как бы до какого-то уровня да ну каждого по своему опять же вот поэтому нельзя вообще детей нельзя наверное полностью отжимать от социума просто именно в социуме дети как бы можно сказать индиго и дети экстрасенсорно вот развитые до интуитивно экстрасенсорно развитые они очень дискомфортно себя чувствует потому что вообще как бы они не способны возможно даже как-то давать сдачи иногда это сейчас вот тоже у меня клиент есть у кого вот рассказывали что вот старший ребенок допустим может дать сдачи а младший нет младший всех пытается мирить возможно эти дети миротворцы и скорее всего именно эти дети если мы доживем до того когда они будут взрослыми придут во власти будут менять уровень мышления более мирное русло но опять же не будем забывать о волновом движении как мне сказал старый знакомый из фсб что присутствует волновое движение как бы да где ну как только что-то уравновешивается тут же происходит либо революция либо конфликт либо еще что-то поэтому небольшое волновое движение должно всегда всегда должно что-то не хватать к чему-то человек или человечество должно стремиться и если дети детей развивать правильно опять же какие-то давать большие принципы то возможно и человечество пойдет по положительному руслу да ну здесь возможно нужно вообще какая-то совершенно принципиально новая система воспитания и образования или они уже вот дети современные в состоянии сами нащупать какие-то пути к образованию воспитания им такая система не нужна как вот в этом в этой ситуации действовать взрослым здесь вообще надо все менять в том плане что не старая советская система не новые системы сегодняшние ужасная да не в америке система даже вот я считаю что все системы образовательные надо менять здесь нужно именно подходить уже каждому ребенку и именно его ну как бы чтобы он изучал те предметы допустим опять же смотреть психотип там генетически вот эти вот моменты сейчас смотрят по днк к чему человек предрасположен генетически да то есть рассматривать момент предрасположенности человека к тому или иному направлению ремеслу и скорее всего в этом русле развивать а не так что как бы талантливый ребенок загибается в школе допустим совершенно не понимая математики его заставляют ее учить да то есть таким детям наоборот нужно облегченный вариант математики хотя она и развивает логическое мышление но и модель не нужно они экстрасенсорны им нужно более допустим развивать другие какие-то способности да то есть такие дети предрасположены к занятиям йогой допустим к изменениям так в медицине такие дети прекрасные врачи будут да то есть я считаю что сегодняшнее образование должно изначально профессионализироваться с детства и школах все-таки помимо основных предметов которые сейчас или те же основные предметы должны давать под ракурсом применение к чему-то то есть если ты там ну должна быть все-таки люди есть там девочка или мальчик хочет я не знаю пойти сантехником изначально должно быть что-то в школе что как кружок где дети будут хотя бы понимать понимаешь что это да вот чтобы хотя бы проходить какие-то основы этого основа там и не знает того какие-то основы понимаешь который потом покажут куда ребенок будет идти дальше понимаешь основа каких-то профессиональных навыков чтобы ребенок знал что сделать там за основу безопасности действительно основу безопасности не то что сейчас происходит сейчас же вообще происходит такая штука с одной стороны это хорошо да а что допустим вот взять наше детство до 70-е годы 60-е не будут сейчас брать военное время да там вообще как бы дети как трава росли и вырастали ничего вот что сейчас что происходило у нас допустим у нас есть и ребенок кто-то кого-то ударил кто-то кому-то спичку воткнул в щеку я не знаю или ну что-то были разные случаи травмические достаточно серьезные у нас в наше время все это решалось как-то между родителями да полюбовно никто ни на кого не подавал суды там не увольняли преподавателей да что происходит сегодня 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 если вот недавно показывали преподаватель там сошел с направления как бы в лес и водил детей физкультурник да учитель физкультуры причем хорошо зарекомендованный человек да если допустим он просто ушел с направлении дети там заблудились в лесу дети выжили все нормально но стоит вопрос уволить этого человека вот хотя он считает что допустим вот небольшое такое погружение оно должно быть но представляешь вот сейчас дети растят что потребителями детей растят то есть дети на улицах детей нет сейчас они бывают выходят только дети выходят только с мамками с няньками да и в америке это кстати то же самое детей одних не оставляют да ребенок 10 лет не может поехать сам куда-то это сейчас даже в россии нонсенс с одной стороны да это опасно потому что много маньяков много идиотов которые ребенка могут ограбить убить там даже все что угодно но с другой стороны опять же формируется население которое по сути они жизнеспособны получается то есть взрослый человек выросший в тепличных условиях он потом не будет знать что идя по улице надо вообще-то грамотно думать о чем-то да что нужно куда надо бежать в случае чего то есть он по сути они не умеют защищаться либо защищается наоборот честь чрезмерно да то есть то же самое происходит что в европе сейчас толерантное население не способны за себя постоять если в россии не дай бог кто-то так обидел женщин как это было в новогоднюю ночь в европе в берлине да помыли где там не помню в том году это было да у нас бы уже явно пострадали те кто это сделал и никто бы не стал разбираться понимаешь у нас бы и женщины пошли если что с вилами понимаешь но в европе выращено население которое не способна они наоборот теперь учат мигрантов как относиться к их ним женщинам а мы мигрантам наплевать им нужно чтобы им платили деньги им нужны просто так как они не работают им нужно просто удовлетворять свои желания вот для чего они в европе и это гибель европа будет и сейчас господа из европы не обратят на это внимание понимаешь то есть толерантность вообще вот как бы это должно быть все такими в меру все то есть когда уже за порог кто-то приходит и начинает хозяйничать в квартире то что в европе происходит пришли чужие люди начинает хозяйничать квартире да это закон бумеранга с одной стороны за ихнюю внешнюю политику они это получили но с другой стороны страдает население европы согласись и сейчас получается что если политика не поменяется то эти мигранты просто будут скоро выселять белое население и все европа станет у нас исламизированный понимаешь то есть ислам по сути будет в европе это чего вообще то есть то что сейчас происходит в сирии там попытка вот этой войны и все прочее да мы не будем сейчас говорить кто чего развязал вот но в суть в том что сейчас это все население пытается в америку тоже будет переезжать там еще куда-то в европу то есть там где им будут платить пособие они будут приживаться и по сути это кукушата которые будут ненавидеть и европу и америку за то что их вытащили из их страны вот и все а в будущем их не дети будут приходить к власти и составать такие законы которые уничтожат все то что делала сегодняшнее население америки и европы то есть по сути нужно очень серьезно задуматься задуматься вообще кто стоит во главе государств америки и европа вот это он и все прочее к чему они ведут свое население дальше понимаешь да я понимаю а как вот вы относитесь к тому утверждению что до семи лет вот я слышал эту идею до семи лет дети полностью подключены как бы к высшему источнику к чему-то высшему и у них есть полная прямая информация оттуда после семи они уже постепенно подвергаются влиянию социума и ну как бы уже начинают идти по нашему взрослому пути этот контакт перерывается а до семи лет это как бы еще раз это прямая связь с источником поэтому нужно особенно бережно относиться к возрасту до семи лет включительно я бы сказала не до семи вот сколько я детей наблюдала я бы сказала до пятнадцати шестнадцати это еще человек который подключен к определенному своему я связанному с прошлой жизнью но до семи лет ребенок больше помнят каких-то наработок с прошлой жизни там в пять-семь лет можно действительно спрашивать у ребенка кем он был в прошлой жизни и ребенок может об этом сказать ну примеров куча да что дети вспоминают свою прошлую реинкарнацию у меня у у нас реально вот был случай это у мужа был племянник и он рассказывал вот тоже на лекциях что он в пять лет спросил у племянника кем как он умер в прошлой жизни резко во время игры и эдик сказал что он бегал по горам а потом его укусила змея то есть он умер от укуса змеи он на по горам но в принципе и был немножечко смешан национальность у мальчика полу казак полу азербайджанец да то есть он по сути родился потом тоже с какими-то кавказскими вот такими корнями понимаешь то есть и каждый ребенок если вот таким образом спрашивать можно уточнить и даже по каким-то вопросам наведенным можно составить карту кем он был в прошлой жизни какие вопросы его волновали и соответственно в этой уже жизни сделать так чтобы ребенок не сделал ну не наступил на грабли из прошлой жизни потому что мы все-таки берем опыт оттуда и насчет воспитания я бы сказала что конечно в меру наказывать надо детей то есть все таки лучше это делать не не силовым способом потому что насилие порождает насилие дети потом вырастают с такой же политикой вот а скорее всего нужно все-таки больше разговором вот я когда работаю с людьми я всегда спрашиваю особенно у тех у кого проблемы с детьми а взрослыми уже детьми я всегда спрашиваю как вы разговариваете вот как они разговаривают поел попил сделал уроки но пытаются мама или папа разговаривать с ребенком на своем уровне то есть здесь нужно все-таки научиться разговаривать так с ребенком чтобы это не было по небратских отношений что был статус родитель ребенок да но в то же время чтобы это было некое понимание что ребенок придет родителям расскажет что-то у родителей узнает про что-то они побежит на улицу где ему сверстники ответят на это и липы ну как бы к чужим людям которые в принципе ну просто могут сделать больно то есть сами родители должны находить контакт с любым ребенком абсолютно именно методом разговора вообще кстати я считаю что в школах между прочим если вернуться к прошлой теме нужно обязательно вводить педагогику и понимание семейной жизни то есть и не и не гендерно разделять там что мужчина должен делать гвозди забивать а женщина только убираться нет а именно психологии семейной жизни то есть как люди могут существовать друг с другом у кого какая предрасположенность и по хозяйству то все мы можем да сейчас стиральные машинки для всех работает и мужчина может постирать и женщина логично то есть сейчас мир изменился и вот это патриархальный устое что женщина должна который кстати в россии очень сильно развиты и во всем мире еще есть такие вот патриархальные государства вот это очень плохо то есть женщина это такой же правомерный человек как мужчина и мы не созданы для того чтобы допустим быть прислуживающим персоналом для мужчины кстати саудовская аравия в этом вообще обнаглела они признали женщин домашними животными вот я считаю что и их сами же женщины их не проклянут всех этих мужчин кто этот закон вывел долг жить они точно не будут вот потому что это что же такое вообще уже фигель да поэтому воспитывать нужно не 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 нужно там понимаешь вот эта позиция что девочки должны ходить в розовом что девочки должны только это девочка может сантехником хочет стать или ездить на лошади или за рулем сколько женщин но если в нее изначально запихивать розовое мышление принцессы то извини конечно она и на и на машине будет как принцесса ездить что потом от нее шарахаться все будут должно быть общепринятое какое-то развитие которое дает какие-то вот навыки понимаешь которые каждому человеку пригодятся как человеку прежде всего понимаешь у нас же сейчас в мире выпечена это излишняя сексуализация да и посмотри вообще подростки в школах опасно находиться вот так вот извини конечно но уже десять лет ребенку они мальчики уже думают как кого-то короче ты понимаешь да то есть у них мысли на сексуальном уровне почему это происходит во первых доступ интернет у некоторых безграничное не смотрит порнографию во вторых соответственно родители так воспитывает понимаешь что в семьях они видят иногда они это интерпретируют по-своему то есть опять же нет разговора с родителями вот также излишняя сексуализация женщин там или мужчин посмотри что у нас телевидение дает как это просто бред вот или даже фильмы пожалуйста в джунглях бегут там люди пожалуйста женщина одета сексуально где в джунглях извини можно бегать сексуально одетом виде скажи мне в шортиках джунглях человек должен одеться по спортивному шву ничего не укусила понимаешь ты ничего не залез за шиворот как вот у нас в лесах да нет у нас это тоже снимает такие фильмы где женщины полуголые бегают по лесу это чего вообще понимаешь то есть это излишнее навязывание образов совершенно несоответствующих действительности с длинными волосами она бежит где-то в лесу да там и все ветки выдерут все волосы это тоже бред и излишне вот это вот сексуализация общества залезание не знаю куда там она создает формирует сегодняшнее кстати поколение а что это поколение принесет который воспитан таким образом думая на уровне своих нижних желаний понимаешь да это страшно никаких вот вспомни даже наше советское время там даже тех же детей во всем мире люди думали о высоких каких-то материях понимаешь что принести пользу стране я сейчас не говорю плюс или минус ссср там или в америке или еще где-то сейчас говорю о каких-то позициях дачу вот и дети хотели более высокого чего сейчас у нас хотят дети понимаешь да стать кем-то кто будет просто либо деньги где-то делать пилить и либо я не знаю еще чего-то понимаешь 90 и все хотели стать блатными понимаешь ты то есть практически сейчас отсутствует идеология воспитание детей либо она религиозная сейчас что очень печально да либо этой диалоги у нас непонятного образование которое дается одинаково и неизвестно нужно ли ребенку это но он должен это все узубрить непонятно для чего а потом это все абсолютно вылетает после школы человек выходит он это ничего не помню потому что сейчас это так подается это егэ это вообще жесть просто жесть вот и при нынешнем образовании или медицине наши вот я например или вашей даже я не считаю что ну то есть есть чем-то плюс там где сейчас миром правят деньги там где а люди повернуты только на заработок там всегда будут происходить ущемление ну духовности там какой-либо да и будут страдать более духовные люди потому что это не считается хорошо приемлемым это не считается классно что человек как-то духовно развит то есть все происходит таким образом что любое умение сейчас пытается сделать чтобы допустим у кого-то обмануть это опять же данность сегодняшней цивилизации понимаешь и вот это то и страшно что кто-то хочет стать кем-то не потому что вы допустим серьезно работать в этом направлении а очень многие хотят просто делать деньги и в экстрасенсорике таких очень много к сожалению то есть поэтому мы кстати говоря в других профессиях понимаешь вот это страшно наверное какая-то должна быть общая светская идеология независимо от религиозных да который будет вмещать в себя все основы мировоззренческих практик в том числе кстати религиозных но это будет как бы смешанное все но это будет давать и нравственность и мораль определенную но при этом не обязательно ни в коем случае нельзя опять же чтобы женщин запирали и говорили сиди дома сиди в паранже как бы в этом плане считаю что и женщина и мужчина равноправны и здесь должна быть именно светская мораль не касаемо и религиозных или гендерных различий каких-то да то есть да для гендерных различий существует этикет пожалуйста кто как воспитан пожалуйста тот так это и воспринимает а светская идеология должна давать общепризнанной нормы поведения морали в обществе где помочь святое но в то же время надо думать если ты поможешь а это может быть мошенник лежит и обманывает сколько случаев кстати тоже на дорогах вот так вот поэтому должна быть и такая идеология которая уже воспитываться будут люди дети которая будет давать уже ну вот как понимание что вот это нельзя сделать понимаешь и дети не будут вот делать то чего нельзя потому что в них это будет вложено поешь но так же должны взрослые это все соблюдать понимаешь если допустим взрослые извини себе позволяет пить пиво там перед телевизором а с ребенку говорит слушай не пей это нельзя ну соответственно понимаешь да ребенок будет делать только что что видит как поступают родители и это двойная мораль понимаешь понятно лен мы к сожалению ограничены во времени уже мы должны постепенно завершать программу сегодняшнюю большого спасибо за объем такой полезной интересной информации связанной с присутствием на нашей планете гостей так сказать из космоса и вот все инфор спасибо вот все информации связанной с детьми с воспитанием с образованием детей думаю это было очень интересно и полезно для наших слушателей спасибо огромное с нами была елена порецкая хочу попрощаться и я потом еще хотел буквально два слова вне эфира сказать уже связаться все спасибо огромное до следующих встреч пока пока чикаго спасибо спасибо а а а и и а